Мат двумя ладьями или мат ладьей и перзем, как мы видели, может быть достигнут без поддержки своего короля. А вот при матовании одной ладьей такая помощь уже обязательна. Король сильнейшей стороны принимает активное участие как в оттеснении неприятельского короля, мат ладьей можно дать только на краю доски или в углу, так и в его непосредственном матовании. Рассмотрим несколько типичных финальных позиций. Так как по правилам игры короли не имеют права вплотную подходить друг к другу и объявлять шаг, то есть вступать на битое поле, то функции атакующей фигуры отводятся ладье, а королю — роль сторожа. На этой диаграмме завершающий удар нанесен ладьей так, чтобы черный король не мог ее взять, а белый король, обстреливая три поля А7, В7 и С7, не позволяет вражескому королю ускользнуть из матовой сети. С той белый король, например, на А6, черный мог бы убежать из опасной зоны на поле С7. При белом короле на поле С6 черный король ускользает на поле А7. На этой диаграмме черный король зажат в самом углу, и королю сильнейшей стороны достаточно держать под контролем лишь два поля — Ж7 и А7. Отсюда напрашивается вывод, что только противостояние королей на краю доски, когда они отнимают друг у друга по три поля, ведет к мату. В шахматной теории такое противостояние королей через клетку по вертикали или горизонтали называется оппозицией. Здесь ход белых. Им невыгодно делать ход, а отказаться от него не позволяют правила шахматной игры. И белым приходится идти на ухудшение своего положения. Король идет на поле Е1. Возникла позиция. Исследует завершающий ход противника ладья С4, С1. Такое положение, при котором у одной из сторон нет полезных ходов, и любой ход ухудшает позицию, получило название Цукцван от немецкого «вынужденный ход». Теперь, зная, к каким финальным позициям надо стремиться, разберем, как осуществляется весь процесс матования одинокого короля ладьей и королем. Предположим, что в нашей партии возникла такая ситуация. Черный король занимает самое выгодное положение – в центре доски. Здесь он будет стараться задержаться как можно дольше. Задача белых – оттеснить черного короля на край доски или в угол и замотовать там его. Сразу наметим, к какому краю доски будем гнать черного короля. Допустим, к восьмой горизонтали. И начинаем отрезать ему путь к первой горизонтали. Первый способ не самый короткий, но он наиболее прост и легко запоминается. Ход белых. Ладья идет на поле А4. У белых есть соблазн пойти сразу на поле А5 и объявить шаг черному королю. Но посмотрите, к чему это приведет. Обратите внимание, ниже основной шахматной нотации будет появляться перечень возможных альтернативных ходов в какой-то ситуации. После рассмотрения возможного, но по каким-то причинам не принятого варианта развития партии, эти ходы пропадут. Король уходит, допустим, на поле Д4. И дальше ладья может скакать за ним по полям А4, А5 безо всякого результата. Обратите внимание, символ знак вопроса, восклицательный знак, это комментарий. Он означает сомнительный ход. Итак, вернемся к первому ходу. Ладья А1, А4. Король ходит на поле Е5. Он верен в свои задачи, не покидать центр. В игру вступает король белых. Как мы помним, ему отводится руль сторожа. Ход белого короля на Ф2 в направлении черного собрата. Король черных возвращается на оставленную позицию на поле Д5. Король белых старается еще больше приблизиться к черному королю и делает ход на поле Е3. А черный король твердо не намерен покидать центр. Ладья белых объявляет шаг черному королю с поля А5, который больше не может оставаться в центре и вынужден переместиться на поле Е6, то есть сдвинуться в сторону восьмой горизонтали. Король белых продолжает наступление и делает ход на поле Д4. Король черных во что бы то ни стало не хочет приближаться к краю доски. Ниже шестой диагонали его не пропускает белая ладья. Если он сделает ход на поле Д6, то следующим ходом ладья объявит ему шаг с поля А6, и король будет вынужден еще больше придвинуться к восьмой горизонтали. Поэтому мы пойдем черным королем на поле Ф6. На этой горизонтали больше некуда. В ответ белый король движется в направлении черного. Подойди ближе, на пятую горизонталь он не может, поэтому стоит стражем на четвертой горизонтали. Черный отодвигается от него на поле Ж6. И еще один аналогичный манер королей. Черный король дошел до конца шестой горизонтали. Белый король продолжает преследование и делает ход на поле Ж4. Если черный король покинет свою горизонталь и уйдет на поле Ж7, то ладья тут же переместится на шестую горизонталь и отрежет путь королю вниз. Он еще больше приблизится к краю доски, к восьмой горизонтали. Поэтому черный король, цепляясь за свое положение, ходит на соседнее поле, на шестой горизонтали. Ладья наступает и объявляет шаг с поля А6. И король черных все-таки вынужден уйти на седьмую горизонталь, на поле Ф7. Король белых устремляется за соперником и делает ход на поле Ж5. Черный король может теперь двигаться не ниже седьмой горизонтали и делает ход на поле Е7. Обратите внимание, если сейчас ладья пойдет на поле А7 и объявит черному королю шаг, то у последнего появится возможность ускользнуть от преследователей и спуститься на шестую горизонталь, на поле Д6. Поэтому еще раз призываем к внимательности. Итак, белые должны пойти королем на поле Ф5, то есть снова приблизиться к противнику настолько, чтобы исключить его передвижение ниже по доске. Король черных делает ход на поле Д7. Следующие два хода аналогичные. Белый король словно гонит черного к левой стороне доски. Черный король дошел до поля Б7 и угрожает белой ладье, которая уходит на поле А6. Черный король возвращается на поле С7.